Свалки у каждого дома образовались на улице Нагорной. Частная компания, которая занимается благоустройством территории многоквартирных домов, решила изменить систему вывоза бытовых отходов, убрать контейнеры, а мусор складировать, ну, прямо так, в пакетах. Достучаться до автора новации попробовала Любовь Краснослободцева. Чего точно не должно быть на детской площадке, так это куча мусора. Вот мы сейчас находимся возле нее. Скажите, пожалуйста, как у вас эти мешки здесь появились вообще? Уже две недели лежит, уже третья пошла. Должны же быть какие-то контейнеры. Почему их решили? У нас были контейнеры, потом он также с контейнеров не вывозил. И вся эта, значит, мусор весь был по всей нашей улице. Была мусорка здесь, потом перенесли в конец дома. Была мусорка там, где на заборе написано, свалка запрещена. Тоже приехала прокуратура, администрация, запретили. Решили вывозить вот так, так как вывозятся со всего частного сектора. В определенные дни ставится мусор, приезжается машина, загружается. Но дело в том, что у нас никто не ездит и ничего не вывозится. У нас такое ЖЭО, да, Павел Владимирович Арнаутов у нас подрядчик. Он не вывозит мусор, говорят, что ему платят, не платят. Средств у него нету. Ну как, если мы все платим? Ему же насчет плоти. Парплату ему. О, бриз. Только что мы были возле дома по Нагорной 7, сейчас мы уже пришли во двор к Нагорной 5. И здесь тоже куча мусора. Вот сюда прячем уже в кусты, потому что собаки все раздирают. Каждое утро выходишь в перчатках, собираешь все это и уже прячешь сюда в канаву. Потому что вон не стоит, ну как бы запах, весь в квартиру все идет. И страшно бывает подъезд за эти собаки большие, мусор дербанят. Вот это уже дом номер 3, и это та же самая картина, та же самая помойка, тот же самый управляющий. Это уже крысы побежали, мыши у нас, кошки один за другим мыши ловят. Ну вот мы сейчас пришли в конец улицы, здесь еще одна куча мусора возле дома. Вот она. И получается, что возле каждой двухэтажки примерно по две кучи. Ну где-то у нас получается 12 или 13 свалок возле каждого двухэтажного дома. Я так понимаю, что и управляющая компания у вас та же самая. Естественно, у нас по всей нашей улице Нагорная, Арнаутов, Павел Владимирович, ООО Бриз. Он у нас подрядчик в одном лице. Еще одна куча мусора, и мы сейчас подошли к дому, где, предполагаемо, может находиться человек, который занимается благоустройством ваших территорий. Все верно? Да, да, да. Вот его два окна. Здесь он живет. У него здесь и офис, как бы такой. Ну, а только его нету. Ну, вряд ли он откроет, конечно. Если даже он дома, он, скорее всего, не откроет. Потому что к нему, когда ходишь по каким-то проблемам, он никогда не открывает, не выходит. Мы сейчас не можем достучаться. И, казалось бы, никого дома нет. Но если вот прислушаться, то слышно, что включен телевизор. Даже какой-то футбольный матч идет. Но, видимо, человек не хочет нам открывать дверь. Кому вы уже на него жаловались? Мы ходили в администрацию индустриального района, потом в администрацию города. Потому что идешь в администрацию индустриального района, они посылают в город по ЖКХ туда. Приезжаешь туда, в администрацию города по ЖКХ, они нас отправляют в администрацию индустриального района. Я говорю, вы нас так долго будете отфутболивать. Вы примите меры к нему. Может быть, в органы куда-то следовало бы обратиться, в прокуратуру. Я обращалась в прокуратуру. И все, и на этом тишина, ни ответа, ни привета описала я вам в конце мая. А сейчас у вас есть возможность, если не через дверь, не живьем, но хотя бы через телевидение обратиться к нему? Что бы вы ему сказали? Лично я бы сказала, Павел Владимирович, если вы не в силах держать нашу улицу на горе, откажитесь от нас. Может быть, пускай администрация города или кто-то. Все равно кто-то на баланс нас возьмет себе. Паша Владимирович, выполняй свои обязанности. Любовь Краснослободцева, Павел Легалин. Большой город Лайф.